Еще немного больше. Почетным донорам Российской Федерации и СССР проиндексировали ежегодную выплату. Теперь она составляет 15 тысяч рублей. В Московской области доноров, получивших звание почетный, свыше 20 с половиной тысяч. Более 800 из них – воскресенцы. Как войти в когорту смелых и сознательных? Для этого нужно быть бессребренником. В зачет идет только безвозмездная сдача крови. Для этого надо либо 40 раз сдать кровь, либо 60 раз плазму крови. При смешанном доноре, донорстве, это когда донор может и плазму когда сдавать, когда цельную кровь, то порядок такой. Необходимо 25 кроводач. Если есть у донора 25 кроводач, то в общей сложности должно быть 40 донаций. Если менее 25 кроводач, то в общей сложности должно быть 60 донаций. Наслух тяжело, но, как поясняют врачи в данном контексте, кроводача означает цельную кровь, а донация – компоненты крови. Выходит, что 25 раз сдаем цельную и 40 раз компоненты. Чтобы не навредить донору, разработано правило. За год мужчина имеет право сдать цельную кровь 5 раз, а женщина – 4 раза. Организм должен успевать восполнять потерянный объем. Перед процедурой необходимо соблюдать диету. Ряд правил. Список довольно обширный, назовем лишь основные рекомендации. Нельзя употреблять алкоголь. За 72 часа нельзя употреблять анальгетики и прочие салицилаты. Накануне, перед кроводачей, обязательно надо выспаться хорошо. После ночной смены экзаменов не рекомендуется приходить на донацию. С утра обязательно легкий завтрак. После выполнения нормы, необходимой для получения звания, надо подать письменное заявление об установлении ежегодной денежной выплаты в социальную защиту по месту жительства. Выплата будет начислена в течение 10 дней. Кроме того, почетные доноры имеют право получения ежегодного отпуска без соблюдения графика. Первоочередное право на льготные путевки, а также право на получение медицинских услуг вне очереди в любых организациях здравоохранения. Александр Иванов, Дарья Новосельцева. Новости Искровакт.